Дорогие друзья, всем шалом! Давайте немножко поговорим про то время, в котором мы сейчас находимся. Мы находимся в дни Сферата Омер. Закончился праздник Песах, и мы считаем, считаем дни к празднику Шавуот, ко дню дарования Торы, когда весь еврейский народ стоял на горе Синай и принимал на себя Тору, божественную мудрость и его заповеди. Итак, мы знаем, что у нас в нашем календаре есть два периода основных траурных периодов в году. Это период летом в месяц Томуз и Аф по разрушению обоих храмов. И это период сейчас из-за смерти 22 тысяч величайших учеников Раби Акивы, святейших людей, которые умерли в период от Песаха до Шавуот, вот сейчас вот, точнее, от Песаха до Лакбаумыр, вот в дни, в которые мы сейчас находимся. Почему они умерли? Говорит Талмуд в трактате Ивомес, что они умерли, это очень известно, что они лона агу кавот зелазе. Они недостаточно уважали друг друга. То есть от таких святых людей, которые находились с Раби Акивой, а Раби Акива всегда всех учил, любовь к ближнему, это самое-самое главное. Это клаль гадоль бетура, это великое правило Торы, что ты должен полностью убрать границы между собой и другими людьми, любить ближнего как самого себя, как будто бы вот он – это ты, и ты – это он, нет никакой разницы. И ученики Раби Акивой, которые находились на таком высочайшем уровне познания и святости, и у них был такой великий раввин Раби Акива, который этому их учил постоянно, они разве не достигли 100%, которые вот от вас ожидаются, ваш уровень любви к ближнему, к сожалению, с них был очень большой спрос, они все погибли вот в период, в эти дни, в которые мы находимся, поэтому мы сейчас не бреемся, и сейчас мы музыку особо не слушаем, потому что сейчас вот такие вот траурные дни, по самой большой за всю историю человечества Ешиви, Ешивы Раби Акива, 24 тысячи учеников погибли, потому что недостаточно овладели качеством любви к ближнему, как к самому себе. Особенно подчеркивается в Талмуде, что они умерли именно сейчас, во время, когда нужно готовиться к дарованию Торы. Почему сейчас спрос больше? Потому что Тора говорит, что чтобы овладеть Торой, чтобы Тора стала частью тебя, не хватает только читать и учить ее, а нужно быть человеком, который овладеет 48 киньянами. Есть 48 киньянов, как сделать так, чтобы Тора стала частью тебя? Один из киньянов, один из процессов, который нужно, и один из навыков, которыми нужно овладеть, это любовь к ближнему. И Тора говорит, что когда еврейский народ стоял на горе Синай, они пришли к горе, как один человек с одним сердцем. Не было никаких споров, не было никаких обид, все друг друга простили. И именно это позволило получить Тору, чтобы Тора спустилась в мир, чтобы Тора стала частью нас, мы должны на 100%, насколько мы можем, максимально владеть качеством любви к ближнему. То, что происходит с ним, и то, что нужно ему, другому человеку, я должен это делать и хотеть ему помочь точно так же, как бы я хотел быть для себя самого. Поэтому ученики умерли в этот период, потому что в этот период особенный спрос за это качество, что сейчас нужно к этому готовиться. Мы же готовимся к дарованию Торы, а основное, основное, то, что от нас ждут, чтобы мы стерли все границы, стерли все обиды, стерли зависть, чтобы мы любили ближнего как самого себя. Один из примеров, который, вот я хотел вам рассказать, что такое любовь к ближнему, которой владеют великие праведники, и мы должны стремиться к этому, чтобы Тора стало частью нас самих, был такой великий адмор из Лелуф. Первый лелуфский ребб, который поднялся из Польши восемь поколений назад, около двухсот лет назад, он пешком из Польши пришел в Израиль, когда тут еще вообще очень было мало евреев, он пришел из Польши, и великий-великий был праведник Ребдовид из Лелуф. И вот этот Ребдовид из Лелуф, первый лелуфский реббе, он один раз с ним случилась такая ситуация, что его сын очень сильно заболел. И понятно, что когда главный раввин города Лелуф, великий праведник Реббе, его сын заболевает, вся община, все так молятся, и он молится, и ребенок выздоровел. И зашли к нему ученики, а Реббе сидит и плачет, сидит и плачет. Спросили его, почему ты плачешь, Реббе? Все, сын здоров, почему, в чем проблема? А Реббе сказал, что есть в городе еще один мальчик, который болеет, а за него мы так не молились, как молились за моего сына. И я сам за него не молился, как я молился за своего сына, потому что это мой сын, а того мальчика я даже не знаю. И Реббе очень переживал, что он молился за своего сына, за свою семью больше, чем за других. И он сидел и плакал, и раскаивался, и пытался вот постигнуть вот это вот качество, любить ближнего, как самого себя. Почему весь город молился за моего сына, а за чужого мальчика, который не сын такого известного раввина, не молился? Почему я не молился? И он так переживал и плакал. Возлюби ближнего, самого себя, сказал Реббе Акива. Это самое-самое главное, и это важнейшее условие для дарования Торы, для получения Торы, а Торы мы получаем ежедневно, а особенно в праздник Шавуот. Это праздник, когда Бог опять открывается. Те дни, которые были пропитаны, вот когда Всевышний сделал Синадское откровение, вот это вот величайшее Маамад, величайшее событие, когда Бог спускается к нам и открывается, Шавуот пропитан вот этим открытием, поэтому в Шавуот намного легче и доступнее, и необходимо получить Тору. Но для этого нужно понимать, что Он – это я, у нас одна душа, мы все связаны, и нужно максимально стараться любить ближнего, как самого себя. Спасибо огромное за внимание.